Всем привет, друзья! Знаете, чем мы давно не занимались? Не смотрели разоблачение кремлевских фейков. И как же хорошо, что блогеры с ютуб канала Дождь взялись за этот тяжелый труд и начали нам, простым людям, открывать глаза. И кто-то может их назвать помойкой, наверняка кто-то может их назвать убожеством, например. Но, как ни крути, ребята стараются, ищут для нас примеры фейков, примеры пропаганды и разоблачают их. Ну а мы, в свою очередь, посмотрим на плоды их тяжкого труда. Но после того, как я представлю партнера сегодняшнего видео. Raid Shadow Legends это пошаговая коллекционная RPG в стиле темного фэнтези. Скачав игру по ссылке в описании, вас ждет потрясающая графика, а играть в нее можно как на телефоне, так и на ПК. Причем обе версии абсолютно бесплатны. А теперь, помимо кампаний, клановых рейдов, турниров, подземелий и прочих активностей, в игре появилась новая групповая арена. Это следующий уровень соревнований в ПВП-сражениях. Вместо одного сражения 4 на 4, как на классических аренах, вы получаете серию из трех сражений 4 на 4. Тот, кто выиграет две битвы из трех, внимание, побеждает. Это просто арена на максималках, я бы даже сказал, что это чистый некст ген. К слову, в игре меня можно найти вот под этим ником. Качайте рейд по моим ссылкам и получите 10 загадочных осколков, 50 рубинов, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона Сикача в качестве бонуса. Удачи и жду вас в рейде. Так вот, вернемся к фейк-ньюс. Сразу видно, что работают профессионалы. Вы посмотрите на эти эффекты. Как бы сказал мистер Столком, если вы еще помните такого. Команда фейк-ньюс как бы показывает нам, что они, как эта гроза, настолько же мощные и неподконтрольные, и что они бьют громом и молнией по кремлевским фейкам. Больше 10 раз молния ударила в Останкинскую башню 14 июля. В этот вечер ВГТРК как раз отмечали 30-летний юбилей. Чувствую, выпуск будет интересным. Ну ладно, перейдем к серьезным темам. Наконец-то найдено то, что заставило федеральные каналы замолчать. Ну, как замолчать? Просто сказать иногда нечего. И, конечно, это касается самой чувствительной для наших пропагандистов темы, на этот раз многотысячных митингов в Хабаровске. По поводу Хабаровска. Мне много кто писал и просил высказаться на эту тему. И я тут, знаете, отчасти согласен с Алексеем Навальным. 150 человек умирает каждый день. 20 регионов прямо сейчас отменили парады, тем самым признаю, что ситуация ужасающая у них. Крупнейшие города заявляют о том, что у них не хватает мест. И возможно провести это голосование безопасно с точки зрения эпидемии. Ой, простите, это он говорил про голосование. Пандемия, поэтому это аморально. Своих сторонников призывать сейчас массово идти на участки, не предупредив их об этом. Да, да, и Алексей тогда рассказывал, что люди могут умереть, если придут на это голосование и подхватят там коронавирус. И поэтому это аморально. Правда, он забыл уточнить, какие меры были приняты, чтобы люди не заболели. И голосование растянутое на неделю, и выездные группы эти. Они наоборот потом их критиковали. Но речь не об этом. И это уже, наверное, шестой день. То есть это не первый день протестов, когда в субботу там огромное количество людей. Это реально самая большая манифестация за всю историю Дальнего Востока. Ну, наверное, да и, наверное, вообще ни на такого не было. И во время войны, и во время революции никогда скоплений людей такого размера, протестующих, выступающих с политического требования, не было просто никогда. И, наверное, было бы как-то аморально поддерживать все эти митинги в условиях коронавируса. Люди в Хабаровске и так все понимают. Но они понимают отлично, что он ничего не может сказать. Поэтому выходят и правильно абсолютно делают, что выходят. А, так все-таки правильно делают, что выходят. Нет, тогда не соглашусь с Алексеем, потому что коронавирус, он никуда не делся. И да, ситуация вроде бы контролируемая. Пока нету таких вот собраний. Мы прекрасно видим, что сейчас творится на Западе. Все эти побитые рекорды, количество зараженных в день, о которых сейчас пишут постоянно, именно из-за многочисленных протестных акций. И абсолютно неважно, люди выходят или за Флойда, или за Фургала. Так что, учитывая те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, я против любых подобных акций. Ну а что касается самого расследования по Фургалу, то этим, мне кажется, должны заниматься компетентные органы, а не блогеры, политики и любые другие диванные эксперты. Потому что у нас нету той информации, которая есть у следствия. И пока что, мне кажется, рано делать какие-то выводы. Это к вопросу о том, что я думаю по этому поводу. Но вернемся к фейк-ньюс. С чего все началось? В Хабаровске на прошлой неделе задержали и срочно привезли в Москву губернатора края Сергея Фургалу. Бывший депутат Госдумы. В 2018 году он разгромил на выборах единороссо-шпортом и стал главой региона. И вот 2020 год. Фургала в подручки берут силовики. В Москве его арестовывают по обвинению в организации убийств. Ну да, именно так и пишут в СМИ. Но только, а где тут фейк или где тут пропаганда? А если есть пропаганда, то пропаганда чего? Ну то есть понимаете, больше 15 лет прошло. А, так вот в чем дело. Насколько я понимаю, там задержали каких-то преступников, которые его сдали. Или оклеветали. Опять же, в этом разберется следствие. Убийство приходится на время, когда Фургал занимался бизнесом. С тех пор он успел побыть депутатом, стать губером. Ну, от какой-никакой оппозиции. И вот теперь арест и уголовка. Я вот все жду, где тут или фейк, или пропаганда. Или ты просто пересказываешь новости. Но я-то думал, что захожу на фейк-ньюс, там, где разоблачают фейки, и кремлевскую пропаганду. Очередной привет из 90-х. Теперь Фургал. Из 90-х? Убийства, в организации которых обвиняют Фургала, произошли в 2004-2005 годах. А это аккурат второй срок президента Путина. О, нашли фейк. Киселев сказал привет из 90-х. Хотя преступление было совершено в 2004-2005. Серьезно? Сейчас скрылось то, что с губернаторским статусом несовместимо. В Османный суд Москвы поместил Сергея Фургала под арест на два месяца для расследования только что появившихся обвинений. Ну, в общем, вы поняли. Внезапно, спустя 15 лет, следователи узнали, что Фургал может быть причастен к убийствам. Да, в общем, мы поняли. Основная претензия разоблачителя – это то, что спустя 15 лет. И чтобы раскрыть эту тайну, я не поленился и вбил два слова в поисковике и прочитал. В СК объяснили, почему арестовали Фургала только через 15 лет. Если в двух словах, то раньше было недостаточно доказательств. И когда они появились, его задержали. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сегодня на два месяца помещен в Лефортовское СИЗО. Там же содержится и другой фигурант дела об убийствах, давший показания на главу региона. До этого как-то неизвестно было. Но до этого у них не было показаний. Потом они появились. Ну да ладно. Следующая их претензия заключается в том, что федеральные каналы плохо освещают митинги. Единственное, что забыл подснять корреспондент Вахницкий, это такой небольшой митинг в Хабаровске численностью всего лишь в несколько десятков тысяч человек. Подумаешь, чуть ли не самая массовая акция в истории города. И тут я даже спорить не буду, потому что федеральные каналы неохотно освещали эти митинги, а если и освещали, то под определенным углом. Но фишка в том, что вы, как СМИ, вы же себя называете СМИ, точно так же не освещаете некоторые темы. Например, сегодняшняя новость, которую я взял просто в качестве примера. Россия стала лидером среди европейских стран по числу построенных квартир. Почему у вас об этом нет ни слова? И речь идет не конкретно о этой новости. Речь идет в целом о позитивных новостях. Почему их у вас нет? Или почему вы не хотите задать вопрос Алексею Навальному, который был против массовых сборищ людей, когда речь шла о голосовании. Он говорил, что люди могут умереть, если пойдут на это голосование и подхватят там коронавирус. Но моментально забыл об этом, когда начал рассуждать о самых глобальных, самых масштабных митингах в Хабаровске. Почему вы сами обсуждаете только удобные для вас новости? А если новость неудобная для вас, вы на нее смотрите как-то однобоко. Волнами ту добралась и до нас. Началась она с тредов в твиттере. Я не буду пересказывать полностью, рассказов там много. Если некоторые девушки говорят об абьюзе. Ну, там были не только девушки. До парней ваша тусовка тоже домогалась. Причем не девушки домогались до парней, а мужики домогались до парней. В вашей тусовке. То есть история и жестче. Принуждение и изнасилование. Да, и все это ваша тусовка. В итоге публичные извинения, несколько увольнений и оправдания. Ну да, такой изнасиловал, публично извинился. Ну, я не знал, что так нельзя. И все, молодец. Все реагировали по-разному. По сути, российский аналог, онлайн аналог западного движения Мету. С той лишь поправкой, что речь здесь не о домогательствах со стороны знаменитых продюсеров или режиссеров. А, скажем так, весьма эпатажных сексуальных активностях представителей русскоязычных СМИ определенного толка. Ну, а для пропагандистов это, конечно, настоящий праздник. Ну, праздник это для пропагандистов или нет, дело десятое. Надо, мне кажется, взглянуть в саму проблему вашей тусовки. Все треды касаются более или менее одной тусовки. Как принято говорить на федеральных каналах, либеральной. Ну, не только на федеральных каналах так принято говорить. И на форуме, и в ютубе, да и в целом в интернете вас называют либеральная тусовка. Причем, либеральная обычно берут в скобки, потому что вы не либералы. И, конечно, пропагандисты не смогли пройти мимо. Харрасмент, видимо, тоже часть борьбы за либеральные прогрессивные ценности. Так а что, об этом не надо было говорить? Или это неважная новость, то, что ваша тусовка там насилует парней, девушек? Да, приветствую. Похоже на то, своеобразный, прямо скажем, метод. Люди прекрасной России будущего наглядно продемонстрировали, что не так уж они и прекрасны. Ну да, насильники насилуют, потому что они либералы. Не-не-не, тут не надо обобщать, потому что речь идет именно о вашей тусовке. Вы бухаете вместе, пишете статьи вместе, ну и, соответственно, вместе насилуете и домогаетесь до людей. Были сомнения? На самом деле нет. Видимо, в этой тусовке либеральной, прогрессивной, это считается проект вещей. Такое отношение к людям, как к телам, как к мясу, как к шкурам, ну это же прямые цитаты. Представьте себе, если бы они пришли к власти когда-нибудь, что бы произошло. Ну, видимо, по версии политолога Ноунейба, всех бы изнасиловали, вот что произошло бы. Ну, по большому счету, ты права. Причем как в прямом смысле, так и в переносном. Вы поняли. Вместо того, чтобы обсуждать реальную проблему, пропагандисты решили снова напомнить, какие эти либералы плохие. Ну так если делают это конкретные либералы, алло. При этом понятно, что эта проблема общая и политических взглядов она не касается. Дело ведь не в политических взглядах, дело просто в взглядах. И люди с определенными ценностями, с определенной моралью, примыкают как раз таки к вашей тусовке. Только именно в либеральной тусовке про это первыми начали говорить вслух. Нет, ты мозги нам не пудри, никто вдруг не стал об этом говорить вслух. Просто жертвы домогательств, изнасилований начали писать об этом. И тогда вы уже спохватились. Ой, а разве так делать нельзя было? Извините, извините, я не знал. А тут пропагандисты решили строить из себя борцов за справедливость и моральные ценности. Так пропагандисты не вчера начали говорить о моральных ценностях. Кстати, что они там говорили про депутата Слуцкого, которого журналистки обвиняли в домогательствах. А он мало того, что не извинился, а наоборот говорил, что обвинения добавили ему авторитет. А, ну тогда все нормально, если два года назад Слуцкого обвиняли в том, что он кому-то там домогается. Причем он из ЛДПР, тоже оппозиция, к слову. То тогда вы имеете полное моральное право склонять людей к сексу, насиловать их на своих пьяных вечеринках. Комиссия по этике рассматривала жалобы от журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших депутата Слуцкого в домогательствах. С чем вы пришли? У вас будет выступление? Мы сейчас не даем комментарии. Кабинет 1243, 12 этаж. Депутаты сейчас собираются. Прессу внутрь не пускают. Все в закрытом режиме. И вот в коридоре появляется сам Слуцкий. Он настаивает, ему не за что краснеть. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал, выдающим российским женщинам. Валентине Ивановне Матвиенко, Татьяне Николаевне Москальковой. То есть ты сейчас на полном серьезе сравниваешь эти два случая. Обвинения дошли до нашего коллеги Паши Лобкова. Нет, не в изнасиловании, конечно, но в харассменте. Слушай, если вы уже решили сознаваться, то осознавайтесь до конца там. Его обвиняют не только в харассменте, его обвиняют еще и в изнасиловании. Вот в верхнем посте какой-то пацан пишет, что он его домогался. А во втором посте написано, что ваш Павел Лобков вырубил какого-то пацана транквилизаторами и изнасиловал его. Паша публично принес свои извинения. А, ну тогда ладно. Паш-то ведь извинился. Нам сложно об этом говорить, потому что по обе стороны наши знакомые и друзья. Обвинения порой очень серьезные. Я, к примеру, этих историй не знала, несмотря на то, что многие пишут, что эти слухи давно так или иначе ходили по тусовке. Да-да, я ничего не знала. Говорят, ходили какие-то слухи. Но слухам мы не верим, если эти слухи касаются нас. Но если эти слухи касаются кого-то другого, то мы с удовольствием вот такие вот статьи пишем и обвиняем людей. Мы считаем очень правильно говорить об этой проблеме вслух, потому что только так мы сможем изменить ситуацию. Жертва имеет право высказаться, так же, как она имеет право и не высказываться, если не готова. Понимаешь, проблема не только в том, что высказаться, не высказаться, это все хорошо, конечно. Но изнасилование – это преступление. Вы там не знали у себя? При этом очень не хочется, чтобы, воспользовавшись этой волной, люди пытались свести счеты. И я в этом случае знаю, про кого говорю. Мальчики и девочки. Это правда очень важно, а когда вы обижены на человека и стараетесь сейчас его потопить, вы вредите в первую очередь реальным жертвам насилия. Всем любви и понимания. Звучит так, как будто бы она обращается к другим жертвам насилия и просит их ни о чем не рассказывать. И вот знаете, у меня к либеральной тусовке свои претензии, о которых я уже не раз рассказывал, и которые не были связаны вот с этим всем дерьмом. Но чем больше я смотрю различных либеральных блогеров, различных либеральных пропагандистов, тем больше я понимаю, что на них, наверное, клейма уже негде ставить. Хотя, я думаю, это еще не предел. У них там место найдется. Как-то так, друзья. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там бывает то, что не попадает на ютуб. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok